А кроме того, нам нужны не тензоры из одного изображения, нам нужны целые бачи из таких изображений, потому что нам хочется несколько изображений подавать в нейронку и рассчитать некоторую loss-функцию сразу по нескольким. Поэтому есть еще такой объект DataLoader, он находится в TorchUtilsDataDataLoader, и на вход он принимает как раз вот этот ImageFolder, который мы только что получили. Ему еще нужно передать, какой размер бача мы будем использовать, в данном случае я использовал размер 8, в принципе, если у вас есть возможность, лучше всегда использовать больше, хотя это не всегда правило, иногда меньшие бачи лучше отрабатывают. В трейновом DataLoader мы будем перемешивать датасет перед тем, как показывать бачи в каждой эпохе, то есть перед тем, как началась эпоха, мы хотим перемешать датасет. И кроме того, операция трансформации исходных изображений, операция чтения их с диска, операция приведения их к тензору, всякие трансформации, это довольно затратная вычислительная операция, и она вычисляется, к сожалению, на CPU, и нам бы хотелось ее как-то распараллелить. Поэтому есть еще аргумент Numborkers, это количество трейдов, которые будут выполнять вот эти трансформации. И я здесь поставил, что их будет столько же, сколько изображений в баче, то есть 8 трейдов. И по итогу у нас есть TrainDataLoader и TrainDataSet. TrainDataLoader это объект, который нам умеет отдавать бачи с изображениями, соответственно, если мы посмотрим на его длину, то там окажется, что там 4 бача. Ну, потому что у нас всего 32 картинки остались в Train, и они, вот если скомпоновать их по 8 изображений, получится 4 бача. А вот TrainDataSet, он состоит из 32 изображений, поэтому у нас тут стоит число 32. Есть некоторый тонкий момент, что если у вас количество изображений не делится нацело на размер бача, то у вас последний бач будет неполный. И иногда это играет некоторую роль. Опытные дата-сайентисты делают всегда проверку, что у вас последний бач, если он неполный, то он не участвует в обучении нейронной сети, потому что там могут быть какие-то неправильные статистики. То есть вы не обязательно хотите, чтобы у вас по одному изображению считались градиенты и делался какой-то градиентный шаг. Продолжение следует...